Мы с вами должны сделать это, мы должны всех победить и доказать всё-таки, что мы готовились не зря. Три часа времени, три часа времени. Да посмотри на наши, просто наши. Только победа. Только победа, конечно. Стартовал конкурс команд педагогов Магадана «Учитель будущего». В состязании приняло участие четыре команды, в каждые по три человека. Это не только опытные, но и молодые педагоги. Конкурс проходит в два этапа. В заочном команды готовили визитки и разрабатывали собственный урок. Сейчас проходит очный этап. В его ходе провели дебаты, методический конструктор, создание новых проектов. Также пройдёт конференция. Это ещё одно мероприятие, которое было на конкурсе «Учитель будущего федерального масштаба». Собственно, как и все предыдущие, мы как финалисты взяли самые интересные конкурсы из федерального этапа и немножечко доработав, привнесли их в конкурс на городском уровне. Как отмечают организаторы конкурса, учителя идут в ногу со временем. Они используют различные новинки в своей работе. Используют в методике наработки не только советской школы, но и то, что учитывает цифровую специфику обучения, в том числе и дистанционную. В целом, я могу отметить, что все четыре команды, участники всех четырёх команд, это, безусловно, профессионалы. Безусловно, каждый из них молодец и представляет свою школу на очень хорошем уровне. Вообще, работа школьного учителя чрезвычайно важна. Её невозможно недооценить или переоценить. Цель конкурса – поиск, развитие и поддержка перспективных команд педагогов. Это коммуникативная площадка для обмена идеями и опытом. Во время всех испытаний участники показали свои профессиональные качества, а также умение продуктивно работать в команде. У нас была очень актуальная тема. Мы должны были составить комплекс воспитательных мероприятий по популяризации рабочих специальностей на примере Магаданского механического завода. То есть, на самом деле, тема и близкая, и интересная. Мне, как учителю истории, ещё и знакомая. Поэтому, надеюсь, что у нас получилось довольно интересно. И мы, наверное, даже постараемся провести тот комплекс мероприятий, который мы сегодня придумали. В конце концов, в три часа мы с коллегами сидели и довольно напряжённо размышляли, что же можно сделать такого, чтобы дети удивились, и чтобы какой-то воспитательный потенциал у этого был. Я думаю, получилось у нас хорошо. Учредитель городского конкурса Департамент образования мэрии Магадана и Магаданская областная организация профсоюза работников образования и науки РФ. Проводить его планируют раз в два года.